В последнее время, кажется, зародился новый тип реанимации былых серий, когда делают как бы перезапуск франшизы, показывая события близкие к прошлым частям, но при этом не отрицая прошлого. Так, например, произошло с Седьмыми Звездными Войнами. Переписали опять события четвертого эпизода, ввели новых персонажей, но уже с узнаваемыми типажами, при этом не стали отрекаться от предыдущих историй и старых героев. С одной стороны, здорово, что не забывают классику. С другой же, мы видим лень сценаристов и боязнь сделать что-то новое и оригинальное в узнаваемом сеттинге, что неслабо так попахивает плагиатом и наживой на известном имени. Такая же ситуация с новыми охотницами за привидениями, которых все заочно ненавидят и, возможно, даже по делу, но это мы поймем только когда кино выйдет в широкий прокат. А пока у нас подобный сценарий с переделкой старой идеи произошел с игрой по Гоустбастерам. Была такая Сэнктум оф Слайм, где четверка ноунеймов охотников бегала по локациям и выкашивала призраков, и все это было обернуто в топ-даун шутер с элементами коопа. И вот спустя аж 5 лет у нас выходит новая игра с узнаваемой эмблемкой на логотипе, в которой четверка ноунеймов охотников бегает по локациям и выкашивает призраков в топ-даун шутер стайл. Как будто в прошлый раз этот концепт удачно зашел к публике. Вроде восторженных отзывов нигде не было, но разрабам походу было лень выдумывать что-то новое, поэтому взяли за основу, что под рукой валялось. Так что и я решил воспользоваться этой тенденцией и сделать ремейк обзора прошлой игры про охотников. Напрямую выдирая оттуда куски, оправдываясь тем, что это не плагиат, а просто бережное обращение с классикой. Короче, на stopgame.ru вы сейчас узнаете все про видеоигру Ghostbusters. Итак, новые Ghostbusters это изометрическая аркада. Четыре охотника бегают по комнатушкам да прочим локациям и отлавливают взбунтовавшуюся эктоплазму. Про сюжет сказать нечего. Он толком не связан ни с новым фильмом, ни тем более с прошлыми двумя, да и вообще здесь есть ровно две заставки в начале и в конце игры. Помимо этого, лишь брифинги между миссиями, где главная музыкальная тема по дефолту перекрикивает все голоса в диалоге. Надо ли объяснять, что из-за такой скудности новые персонажи вообще никоим толком не раскрыты и не вызывают симпатии? Для вас они будут лишь парнем, громилой, тёлкой и тёлкой-негритянкой. Конечно, по вступительному ролику заметно, что создатели игры пытались наделить новичков харизмой и уникальными характерами, но тщетно. Да и фиг с ними, с этими героями. Crimson Land и Alien Shooter без ярких личностей умудрялись захватывать своим игровым процессом. Однако тут с этим явные проблемы. Прежде всего, сами уровни безликие и незапоминающиеся. Выглядят скорее как лабиринты из комнат и коридоров, где нет никаких выделяющихся особенностей. Во-вторых, само уничтожение противников однообразное и абсолютно лишено тактики. У вас есть два типа оружия. Стрелковое, что вообще нонсенс для гоустбастеров. И протонный ранец. Первым мы убиваем мелких призраков и снимаем хп полубоссам и боссам. А вторым, этих самых полубоссов хватаем и в незатейливой мини-игре бьём об пол, а затем запихиваем в ловушки. Есть ещё гранаты, но они бесполезны и ими пользоваться вы не будете. Поскольку пока они долетят, докатятся и взорвутся, все противники уже убегут куда подальше. И это всё, что надо делать. Просто жарить однообразных врагов и иногда хватать их лучом и ловить. Первая комната. Жарим, жарим, жарим. Готово. Открывается путь в следующую. Жарим, жарим, жарим. Готово. Вы знаете, почистить мусор в своём компе, а сортировать файлы по папочкам и то гораздо интереснее, чем здешнее действие. Спасибо за шуточку, Глеб. И ведь сравнение действительно верное. Уровни длятся по полчаса каждый и всё, что мы делаем, это лишь жарим всех подряд. Иногда можно поискать секретики ПКЕ метром и возможно найти коллекционный электрочайник или что это такое. Но они нужны разве что для эстетического удовольствия и получения дополнительных очков. Видите вот эти искрящиеся светящиеся шарики, что летят к героям? Это опыт. На него потом прокачиваться можно будет в конце левела. Персонажи у нас пусть и разные с виду, но деревья навыков у них абсолютно одинаковые. Они вообще отличаются разве что типом огнестрела и стартовыми характеристиками. Но первое не такое уж и важное, а второе нивелируется потому, как в итоге все показатели можно довести у любого охотника до максимума при полной прокачке. Однако смысла в ней не больше, чем в самом существовании этой поделки. Как бы так пояснить? Сдохнуть здесь просто нереально. Да, у вас могут закончиться жизни. И тогда охотник упадёт. Но как только к падшему товарищу подходит напарник и нажимает волшебную кнопку F, то изнывающий от боли и обмазанный эктоплазмовыми соплями сопартиц резво вскакивает с пола с полной полоской хп. Нету ни кулдауна, ни штрафов, ни даже необходимости зажимать эту самую кнопку на какое-то время. Всё происходит моментально. Завалить задание можно только в том случае, если все четыре охотника разом слягут. Наверное. Просто у меня такого случая не было ни разу, поэтому точно не уверен. Вот настолько тут всё просто. Так что готовьтесь к затяжным одинаковым уровням, на которых вас никто не сможет убить. К тому же враги ещё и не блещут разнообразием. В Сентум оф Слайм, судя по обзору, были оригинальные призраки. Вон монстр, собранный из вагонов метрополитена. Какие-то громилы, горгули и так далее. Да, ничего особенного, но тем не менее. Тут же у нас либо полупрозрачные призраки людей, либо какие-то летающие черепа из Doom. Есть ещё по мелочи всякого, но реально не спасает. Да вон я смотрю, в прошлой игре были какие-то поездки на автомобиле. Ага, подумал я. Что-то новенькое. Хрена. Новенькое заключается лишь в том, что перемещать подконтрольного персонажа уже не нужно. Катишься стоя в грузовичке и что делаешь? Да, жаришь, жаришь, жаришь. Да, Глеб не оценил эту фишку и правильно, но это хоть как-то, судя по всему, разбавляло процесс. А тут и такого нет. Более-менее оригинальными получились лишь боссы и то не все, и то только с визуальной стороны. Хотя, спойлер, когда финальный главарь предстал передо мной, я немного прифигел. Это же призрак с логотипа Гоустбастеров, разве нет? Как по мне, просто верх творческой импотенции. Хотя нет, вру, верх был бы, если бы это тупо лого было, а не призрак с него. Но не думайте, что я сейчас оправдываю разработчиком. Ах да, и посмотрите на тактику борьбы против него. Я вот тут, если что, стою. И во второй половине игры нас начинают возвращать на те уровни и локации, что были уже пройдены. Тут тоже разработчики так подумали и ввели для каждой из локаций уровни ремиксы. Но, к сожалению, это не ремиксы из Rayman Legends, где очень круто нужно было синхронизировать свои действия с музыкой. Тут это просто те же самые карты, которые проходятся от конца к началу. Хотя, может, это и совсем другие карты. Черт побери, они просто одинаковые, ремикс, не ремикс, да все одно и то же. И это я еще не сказал, что заставки здесь идут в 14 фпс, но какая разница, тут все остальное-то по качеству ниже плинтуса. Официальное заявление охотников. Не покупайте эту игру. А 10 баксов, что предлагают заплатить за это непотребство, я рекомендую вам потратить на другую бюджетную игру. Да, вот только за эту игру просят почти фулл прайс. 1300 рублей на ПК, 2800 на плойку и вроде как 50 баксов на западе. Игра хуже прошлой части, мнение разнообразно, скучно, непонятно для кого сделано и стоит в 5 раз дороже. Тут еще есть DLC, которая добавляет для новых охотников классические костюмы. И стоит оно 250 рублей. За эти деньги можно купить Ghostbusters 2009 года, одну из лучших игр по кинолицензии, где и ловить призраков интереснее, и актеры знакомые, которые принимали участие в разработке и написании сценария. Игра фон до сих пор топчик. Я уж не говорю, что Sanktion of Slime стоит столько же. Глеб, что думаешь по этому поводу? Да чего уж, это просто полный долб***изм, кого я обманываю. Короче говоря, мусор. Удивительно, но за 5 лет нам не только не смогли подать улучшенную версию прошлой концепции, а наоборот отрезали от нее все приятные мелочи и забили абсолютным однообразием. Самая достойная вещь во всей этой, простите, игре, это музыкальная тема, на лицензирование которой, видимо, ушел весь бюджет. Как я могу поставить ей что-то большее, чем мусор, если у ее идейной предшественницы стоит такая же низкая оценка? Да ничего другого и не могу. Такое чувство, что любимую многим серию хотят загубить на корню неоднозначным фильмом и вот этим вот.